Весна теперь не повод прерывать и переносить капремонт. Сейчас в регионе работы проводятся на 109 домах. На улице Самойлова областного центра капремонт кровли двух соседних пятиэтажек в самом разгаре. Региональным операторам была немножко оптимизирована процедура электронных торгов, в результате чего последовали достаточно большие падения в торгах, что позволило сэкономить котловые средства собственников. Сзади меня по Самойлову 13 экономия в торгах составила 25% от первоначальной цены. Дешевле не значит хуже. В ходе ремонта работу подрядных организаций инспектирует комиссия рекоператора. Специалисты проводят внутренний контроль, оценивают используемые материалы, качество так называемых скрытых работ, тех, что по окончании ремонта будут уже не видны глазу под слоем штукатурки. Ну и, конечно, на этой стадии опрашивают жителей дома, особенно верхних этажей. Если протечек нет, значит технология не нарушена. А по поводу крыши я ничего не могу сказать. Промочек у меня пока нет, поскольку это верхний этаж, это могло быть. Поэтому будем ждать, когда сделают крышу и посмотрим тогда результат. Как признаются специалисты, подрядчикам сейчас невыгодно ремонтировать спустя рукава. Первые годы после ремонта они несут за это материальную ответственность. Договором подряда предусмотрена ответственность подрядной организации за возможные повреждения, нанесение ущерба жителям. Поэтому подрядчику неинтересно допустить какого-либо рода промочки, ну и нанесение ущерба собственникам. Они будут из своего кармана выплачивать. Капремонт в весеннее время получается проводить благодаря новой системе. Кровлю меняют не полностью, а постепенно, участками. Сначала снимается старая система, то есть если нужно стропила, снимаются листы, снимается обрешетка. Если нужно, меняется стропила и при монтаже новой обрешетки укладывается пленка. То есть в принципе в такую погоду протечек не будет. То есть там уложена пленка, все гидроизолировано. То есть не будет протечек, не должно быть. Главная проблема большинства крыш, по словам подрядчиков, неправильная очистка от снега и наледив, в ходе которой ее серьезно повреждают. Неочистка кровли на втором месте среди причин промочек и как результат сложных ремонтных работ. Когда плохо убираются, ломают крышу, ломаем или еще чем-нибудь. Неуборка, она тоже мешает, потому что вода, попадая в зазоры, она расширяется при замерзании и начинает на разрыв делать все ее. Ну, все элементы на разрыв идут. Поэтому и уборка, и неуборка, она мешает. Лучше, конечно, делать какие-то оптимальные решения, добогревка решили, еще что-нибудь. Но это уже в ведении управляющей компании. В ходе проверки домов на улице Самойлова серьезных нареканий к подрядным организациям нет. Работают качественно, в сроки укладываются. Единственное, специалисты комиссии посоветовали более тщательно заняться воздуховодами, чтобы результат капремонта радовал жильцов как можно дольше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.